Три случая мошенничества зарегистрировали в Саровской полиции на прошлой неделе. В первом случае Саровчанка перевела неизвестному 420 тысяч рублей. Схема стара как мир. Мошенник позвонил и сказал, что со счета женщины происходит несанкционированное списание денег. Необходимо их обналичить и перевести на надежный счет. Женщина так и сделала. Свои 420 тысяч она больше не увидела. Еще одной Саровчанке выманили 11 тысяч. Выяснилось, что гражданка С разместила на интернет-сайте Авито объявление о продаже детской коляски за 11 тысяч рублей. 12 мая неустановленный лицо, находясь в неустановленном следствии мести с целью хищения денежных средств путем обмана. Через сеть интернет по телефону связалась с гражданкой С через интернет-месседжер WhatsApp и сообщила, что желает приобрести данную коляску. Неизвестный отправил женщину гиперссылку и написал, что надо перейти по ней и ввести свои данные, чтобы получить деньги. Саровчанка так и сделала. С карты списались 11 тысяч. Похожим способом обманули еще одну Саровчанку. Она хотела воспользоваться сервисом для поиска попутчиков и внести предоплату. Также перешла по ссылке, ввела данные карты и лишилась 49 тысяч. Во всех случаях возбуждены уголовные дела. Неспокойной была и неделя для сотрудников полиции. Водитель автомашины Рено на пешеходном переходе совершил наезд на женщину. Пострадавшая оказалась гражданка Р 1978 года рождения. Диагноз – стрясение головного мозга. От госпитализации отказалась. Еще одно ДТП с пешеходом произошло 12 мая в 11-й школе. 13-летний мальчик переходил дорогу, на него наехал неизвестный и скрылся с места происшествия. У ребенка диагностировали ушибы и ссадины. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.